Приветствую вас на моем канале. В этом видео будет просто идея, которую предлагаю тем, кому это будет интересно и полезно. У меня, к сожалению, нет возможности реализовать данное устройство и необходимости в нем также нет. Но, безусловно, это интересное и полезное устройство для тех, кому действительно оно нужно. Я говорю о динамометрическом ключе. Это довольно дорогой инструмент, который позволяет регулировать усилия затяжки, гаек, болтов и тому подобного. К примеру, у данной модели, вот такая вот марка, заявлено усилие от 5 до 60 ньютонов на метр. Здесь у нас головка, на которую насаживается необходимая насадка. И при вращении в одну сторону срабатывает решетка, ничего не происходит, мы просто возвращаем ключ. В другую сторону уже приходится прилагать усилие. И когда это усилие превысит определенный уровень, заданный здесь на таком барабане, то произойдет челчок, и мы поймем, что данное усилие достигнуто, дальше нам крутить не надо. Здесь переключатель, который определяет направление вращения. Так вот, у меня возникла идея сделать подобное устройство электронным на Алиэкспресс. Там механические стоят 2-3 тысячи и выше. Электронные подороже, но зависит от качества, разумеется. Итак, в чем идея? Что силу затяжки мы измеряем с помощью тензодатчика. Такого обычного, в моем случае, это на 10 килограмм. С Китая в комплекте с модулем Аши 711 стоит порядка 150 рублей, не помню точно, сейчас посмотрим. Очень дешевый и в некоторых случаях полезный датчик. Ну, еще раз тензодатчик, который позволяет измерять всякие усилия, веса, нагрузку, может быть вибрацию и прочее. То есть любое механическое воздействие. Конкретно эта модель рассчитана на определение давления, то есть вот эта точка зафиксирована. На вторую сторону датчика осуществляется давление. Но также, если его растягивать и сжимать, тоже можно получить какой-то результат. И в чем идея самого сенсора? В том, что сюда вот на эти же болты тут делаете крепеж, либо привариваете, не знаю, прикрепляете головку вот этого динамометрического ключа, на который можно насаживать насадки под необходимую гайку и ее крутить. То есть здесь приварена головка и при вращении создается нагрузка на тензодатчик. Возможно она будет нелинейная, но это уже надо экспериментировать, пробовать, подбирать алгоритм. Может быть не приваривать головку напрямую, а сделать какой-то язычок, который будет при повороте давить на тензодатчик в ту сторону. Может так получится сделать как-то линейную нагрузку, ну линейное ее изменение в зависимости от усилия. Ну а пока для такого эксперимента сделал такую вот приспособу. То есть вырезал на ЧПУ такой трафарет под диаметр ключа. И закрепил его на одном конце тензодатчика. Так, с тензодатчика идут 4 провода, которые идут на стандартный модуль HX711. У меня на канале уже были видео, посвященные этому модулю. Написал там под программу, но оказалось, что я не делал для него макросы. Исправил эту ошибку, теперь есть макрос для кастомного компонента. И все идет на плату Arduino Nano. Далее написана простая программка в Хаясом. Для компьютера точнее не написана, а она уже была. Когда-то давно я на ней тестировал тензодатчики. И на ней в виде графика посмотрим, как происходит усилие в данном случае. Вот такая программа, чтобы вы понимали. Вот держу таким образом. То есть просто вес вот этой конструкции давит на тензодатчик. Смотрим показания. Где-то, ну, минус 4, минус 3, 6. И почему-то растет потихонечку. Ну да ладно. Переворачиваю датчик, начинаю дать в другую сторону. И видим, что на 8 единиц скакнули показания. То есть такой чувствительный тензодатчик 24 бит на ЦП, который стоит у нас в модуле HX711. Если все сделать аккуратно и правильно, то получится отличный электронный динамометрический ключ. Ну и давайте его протестируем. То есть сейчас, насколько я понимаю, на 5 ньютонов на метр. То есть я на ключ надеваю это устройство. И рычагом создаю усилие. До того момента, пока не сработает этот ключ динамометрический. Посмотрим, какое усилие на графике покажет в соответствии с этим выбранным оборотом. Поехали. Доблю на ключ и видим, растет. Есть щелчок. Еще разок. Здесь однозначный результат не получить, ввиду различных обстоятельств. Но примерно какое-то значение можем увидеть. Видим, 170 примерно срабатывает ключ. Теперь я выставляю. Не понял, сколько было. Ладно, вроде выставил 5,5. Было 170. Сейчас посмотрим, сколько будет. Видим 230. Примерно значение 240. И еще разок. Выставляю на... Тут маленькая непонятная шкала. Короче, не знаю, какое сейчас тут усилие. Но вроде он прибавляет по 5 ньютонов на метр. Поехали. Ну, здесь видим, приличный скачок произошел. В креплении вроде мне ничего не изменилось. Видим 375. Ну, вот какие-то такие результаты. То есть, по такому принципу я предлагаю снять несколько точек. Ну, там штук 10, может быть, при разных усилиях известных. Сравнить, какая зависимость, линейно-нелинейно. Определить, как закрепить головку на конзодатчике. И на базе этой конструкции можно сделать отличный электронный динамометрический ключ. То есть, принцип действия какой? У механического при достижении усилия происходит, как здесь, щелчок, явно ощутимый. Либо, может быть, там начинает прокручиваться трещотка. Например, на шуруповертах с регулируемым усилием. Могли это наблюдать. Он начинает трещать, прокручиваться. Перестает передавать усилия на шуруп. У электронного же это отображение информации на дисплее, какой в данный момент происходит усилие. И звуковая, и световая индикация. То есть, вы задали кнопками, допустим, нужно усилие 20 ньютонов на метр. И при достижении этого значения на дисплее, он начинает пищать, говорит, что вот усилие достигнуто. Ну, такая идея. Надеюсь, кого-то заинтересует. Может быть. Если кто-то сделает, ну, там можете обратиться. Попробуем обработать данные и сделать реальное устройство. Я эти трещины датчики покупал в ноябре. Вон, две штуки. Один, 10 килограмм. И второй, один килограмм. Сумма вышла 270 рублей. Каждый идет со своим модулем H711. Что у нас здесь есть? Сам модуль 40 рублей. И различные максимальные усилия. Килограмм, 5, 10, 20. С модулем, а, ну все. От одного до 20 килограмм. Плюс небольшая стоимость доставки. Но если вы знаете, что хотите с ними делать, то цена очень невысокая. Программу в ХАЯСом. Выбираем подключенный порт, куда подключили Ардуино. Здесь будут данные, здесь очистить. И здесь на кнопку без груза нажимаем, чтобы обнулить показания. Остальное осталось от предыдущей версии. Они здесь не работают. Подключение модуля к плате Ардуино. Плюс-минус питание берете. Либо отсюда, либо с этой гребенки. И линия данных. Это D8, B0. Линия Клок, B1. Четыре провода идут на плату Ардуино. Основная программа. Давайте все лишнее поудаляем. Ранее, насколько я понимаю, использовал макросы, в которых была вот эта подпрограмма обработки показаний с модуля HX711. Теперь это все можно удалить. Готово. Пауза при включении. Включаем прерывание, прием данных от компьютера. И поехали основной цикл. Вызываем кастомный компонент. Читаем HX711. Здесь цифры 1, 2 или 3, которые определяют режим работы. Модуль, а точнее его коэффициент усиления и выбранный канал. Согласно его документации. Далее, расчет. В моем случае здесь как бы никакого расчета нет. Это просто подбираю, чтобы нагляднее было на компьютере. Преобразуем эту переменную строку и отправляем на дисплей. Данность здесь выводится не в килограммах, а в условных единицах. Поскольку калибровку мы не делали. Изготовление весов на базе этих модулей я показывал в каком-то раннем видео. Там вся эта калибровка, все процессы показаны. Пауза 150 миллисекунд и цикл повторяется. Прием данных с компьютера. Здесь только одна команда, которая запоминает текущее состояние датчика и принимает его за нулевое, когда никакой усилий на него не оказывается. На панели у нас EEPROM сейчас не надо. RS232. Общение скорость 19200. Отправляем, принимаем данные. И кастомный компонент. Здесь нам нужно зайти сначала в пропорции. И тут указываем. Здесь заполнять нет необходимости. Здесь обязательно заполняем маленькая буква названия порта, куда у нас подключен вывод соответствующих данных и тактирования. И номер пина. B0, B1. Указали. Готово. Теперь здесь вот его макрос, в котором мы просто отправляем значение режима. Выводим переменную типа long. Обязательно, потому что у нас 24-битная ЦП. И потом уже обрабатываем ее как хотим. Кастом код. Что у нас здесь? Здесь все перенесено из подпрограммы, которую я удалил сейчас. Здесь мы определяем команды в соответствии с теми именами портов и номерами пинов, которые мы выбрали ранее в настройках. И один макрос, в котором у нас все опять же по программе, которую я описывал в ранних видео. Читаем 24-бита, отправляем еще 3 импульса, в зависимости от настроек, какой режим хотим. И выводим переменную дата длиной 24-бита. Размер программы получаем 4 килобайта.